Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания святого апостола Павла к Тимофею. Глава 5 стихи с 22 до конца главы и глава 6, первые 11 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны. А если и не таковы, скрыться не могут. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд. Ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры, и сами себе подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение первого послания святого апостола Павла Тимофея. И в конце пятой главы апостол Павел дает наставление Тимофею о том, как нужно рукополагать в пресвитеры, в освященники, то есть передавать ту благодать иерархического служения, священнослужения, которое позволит людям, преемникам и людям, желающим принять священный сан, стать теми, кто будут возглавлять евхаристические собрания, будут возносить молитвы и преподавать верным, освящающую их благодать. И он говорит о том, что в деле рукоположения не нужно торопиться, рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Действительно, человек, который стремится стать священнослужителем, должен показать пример нравственности, пример послушания и пример действительно христианского жития, христианского благочестия. Поэтому нужно испытывать человека, нужно смотреть на его жизнь, на его быт, на его нравы. Поэтому не нужно торопиться и возводить всех, кто хочет стать пресвитером. Храни себя чистым. Далее он говорит совет, очевидно, совет, который был таким практическим в те времена. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. О каких недугах идет речь? Почему и в какой пропорции необходимо пить вино? Этого мы не знаем. Но по современной традиции мы знаем, что, когда мы читаем о том, что необходимо пить вино, это не чистое вино. Это вино, разбавленное в пропорции 50 на 50 с водой. Это не чистое вино. Поэтому здесь нужно понимать, что Тимофей понимал, о чем и о каких пропорциях идет речь. Апостол Павел так кратко пишет это наставление. То есть это была расхожая традиция в те времена. Лечить какие-то недуги. Именно вот таким вином. Поэтому сегодня мы не можем проводить полную аналогию с современными напитками. Грехи некоторых людей явные, прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если они таковы, скрыться не могут. Здесь идет речь как раз таки о том, что человек, которого ты испытываешь, который готовится принять священный сан, оно все, о нем будет понятно. Будет видно, каков он человек, как он по жизни себя ведет, какие у него есть плюсы и какие минусы. А минусы есть у всех. Поэтому все тайное становится явным, и добродетели его откроются, и греховные дела его тоже откроются. Далее апостол Павел пишет о рабах, под игом находящихся. Они должны почитать господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, чтобы они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им, учись ему и увещевая. Апостол Павел обращается к рабам. Да, нужно сказать, что высшей ценностью, одной из наивысших ценностей христианского мира, это была свобода. Но помимо этого, также ценностью считалось и терпение. Нужно понимать, что в те времена, во времена апостола Павла, рабство как институт считалось чем-то непреложным, от веков устоявшимся, и никто не думал менять это. И такая мысль не возникала у людей и у христиан. Впоследствии, впоследствии менялось общество, и под влиянием христианских идей возникали новые добродетели. Начали считать, что действительно рабство – это великое зло, и постепенно начали избавляться от него. Но прошло долгое время, пока общество полностью исцелилось от такого неправильного понимания, что один человек имеет право как-то эксплуатировать и считать за вещь другого. Но о чем говорит апостол Павел? Он говорит о том, что рабы должны исполнять свое предназначение, свою роль в доме господина с усердием, потому что на них смотрят внешне. Это тоже была некая миссионерская задача, потому что по их жизни, по их поведению, по их, так сказать, покорности и терпению судили о всех христианах, потому что рабов из христиан было, конечно же, много, и именно по их поведению судили обо всей вере. Но христиане были среди господ, и на евхаристических собраниях, то есть за божественной литургией, они присутствовали как равные, и господин, и раб были равны в пространстве богослужения. За пределами службы каждый должен был относиться друг к другу согласно тем социальным ролям, в которых они находились. Но если верный был и господин, и его раб, то, конечно же, за пределами богослужения их отношения в какой-то степени менялись, но раб не переставал быть рабом, а господин не переставал быть господином. Нужно еще сказать, что рабство мы рисуем сейчас в определенных красках, всегда негативных, но если мы посмотрим на то время, на то, как жилось людям, то мы увидим удивительные вещи, что некоторым рабам и довольно-таки большому числу рабов жилось гораздо вольготнее и легче, чем людям свободным. И это тоже нужно учитывать, что раб, который трудился в доме какого-то господина, он этим господином защищался, он был его собственностью, но в то же время он и обеспечивался этим господином. Всем тем материальным достатком, который был у его господина, его хозяина, часть этого достатка, какая-то небольшая, но шла на обеспечение жизнедеятельности раба. Он имел крышу над головой, одежду, и зачастую он мог занимать какое-то высокое положение в доме господина, мог быть управляющим и так далее. Поэтому здесь нужно это тоже учитывать. И, конечно же, если люди становились христианами, и господин, и раб, они уже как-то меняли свои отношения, но социальный статус оставался прежним. И далее апостол Павел говорит о благочестии и о том, что нужно убегать от еретических измышлений, от людей, которые любят спорить, любят спорить ради спора, но не хотят найти истину. Вот таких людей нужно удаляться и воспитывать себя в рамках христианского благочестия, в терпении, любви и кротости. Ты же, человек Божий, убегай всего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Этот совет, он относится и к нам. Будем и мы убегать от греха, от людей нечестивых, и стремиться к любви, вере, благочестии и терпении. И в этом будем пребывать во все дни нашей жизни. В страхе Божьем совершая дело нашего спасения. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взяться в великолепие Твое приемы и решенье небес. Субтитры создавал DimaTorzok